Пару дней назад у нас было плюс 19. Он выпадает, тает, выпадает, тает. То тепло, то холодно. Только по наехавшим нужен снег. Нам он не нужен, скорее бы растаял. Тогда будет дождь, будет грязь. Такая зима – это отличное время для путешествий. Друзья, всем привет! Меня зовут Сеня. Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Что значит зима на юге? Для большинства северян зимы на юге в привычном для нас ее понимании не существует. Почему, скажете вы? Да потому что что такое зима на севере? Это когда первый снег может выпасть, например, в сентябре, а растает только к маю. Когда на улице минус 30, минус 40 – это нормальная температура. Когда сугробы по пояс. Вот это зима. На юге же таких морозов не бывает. Да и снега, как правило, тоже. Поэтому большинство северян считают, что на юге всегда тепло. Доказательством тому служит практически постоянная плюсовая температура зимой на улице. А что такое плюсовая температура для северян? Это весна. Настоящая весна. Зима на юге – это очень противоречивое время года. Вы наверняка слышали про знаменитые, так называемые, краснодарские температурные качели. Что это такое? Это когда температура в короткие сроки очень скачет от высокой до низкой. Так, например, пару дней назад у нас было плюс 19. Да, сейчас в это очень сложно поверить. Ведь вокруг лежит снег и минусовая температура. И именно вот это явление называется краснодарскими температурными качелями. Конечно, сами краснодарцы уже давно привыкли к такой изменчивой погоде, что вот, казалось бы, цветут цветы, светит солнышко, все уже разделись. Бац, да, тот же вечер, снег. И все цветы, вся зелень под снегом. Вот такое вот противоречивое время года. Это уже моя четвертая зима на юге, и она самая снежная. Те, кто здесь живет уже не первый год, согласятся, что в последние года не было столько снега. Мы сейчас уже сбились со счету, сколько раз в Краснодаре выпадал снег. Он выпадает, тает, выпадает, тает. То тепло, то холодно. Чтобы объяснить для северян, что это такое, это очень похоже на раннюю осень, либо на позднюю весну. Ну, знаете, такое своеобразное межсезонье. Снежные зимы – это редкость в данном регионе, поэтому они приносят куда больше положительных эмоций для жителей, чем привычные бесснежные дни. И важным ритуалом здесь является, конечно же, успеть слепить снеговика, ну или по-южному грязевика. Почему грязевик? Потому что в большинстве своем он все-таки состоит не из снега, а из грязи. И нужно обязательно успеть сфотографировать снеговика. Снеговиков лепят где угодно. Даже если выпало мало снега, снеговика слепят на подоконнике многоквартирного дома, либо на улице на лавке. Главное все-таки здесь – это успеть слепить этого снеговика. Потому что снеговик – это как олицетворение зимы. Хотя в интернете среди местных жителей я очень часто встречаю такую фразу, что, мол, только по наехавшим нужен снег, нам он не нужен, скорее бы растаял. Как в действительности относятся местные жители к снежной зиме, я не знаю. Но наверняка среди моих зрителей есть те, кто родился на Кубане, он южанин. И напишите в комментариях, снежная зима на юге для вас – это радость? Или все-таки вы хотите, чтобы снег скорее растаял, если уж он и выпадает? Выпадание снега на юге, как правило, очень всегда происходит неожиданно. Из-за чего многие южные города просто оказываются не способны выдержать такого количества осадков. Не хватает снегоуборочной техники. Случаются всевозможные коллапсы, типа отключения отопления из-за аварий, ДТП на дорогах. Городской транспорт просто встает. Везде пробки, и этого не избежать, потому что снег – это редкость на юге. А уж если вы захотели жить у моря, то здесь появляются другие интересные явления, такие как норд-осты, северные сильные ветра, которые дуют по несколько дней. Мои родители живут в Темрюкском районе, около Азовского и Черного моря, сразу у двух морей. И поэтому мы, как никто другой, столкнулись с такими ветрами и знаем, каково это зимой пережить такие ветра. Если вам интересно, то я засниму отдельное видео про жизнь у моря зимой, что она из себя представляет, почему у моря гораздо сложнее зимовать, чем, например, в Краснодаре. А что, если зима будет неснежной, спросите вы? Тогда будет дождь, будет грязь, но зато всего лишь два месяца, а не девять месяцев зимы, как на севере. Конечно, может быть такое, что зима будет очень тёплой и без осадков. Тогда такая зима – это отличное время для путешествий, для поездок в горы, в лес, для того, чтобы просто отдохнуть для себя. Ведь зимой уже нет столько загруженностей, связанных с огородом, и ты можешь себе позволить провести время с пользой для себя. Кстати говоря, сейчас я иду по району Кубана-набережной. Это считается один из самых дорогих по стоимостью жилья районов, потому что дома, которые здесь построены, они примыкают к реке Кубань. И с этих домов открывается очень красивый вид на реку. И здесь в основном вот такие вот многоэтажные дома. Но, конечно, если мы повернём голову направо, то там будет частный сектор в перемешку с четырёх-пятиэтажными зданиями. Кубана-набережная не такая уж и протяжённая, но, тем не менее, здесь всегда приятно гулять, независимо от времени года. Здесь есть лавочки, на которых можно посидеть, отдохнуть. Есть магазинчики, куда можно зайти, купить кофе, например, и продолжить прогулку. Посмотрите, какой здесь стоит кран. Интересненько. Друзья, вот я вам сегодня и рассказала, какая бывает зима на юге. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было интересным и полезным. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого ещё не сделали. И я хочу спросить у вас, готовы ли вы ради жизни на юге потерпеть вот такую вот не самую приятную южную зиму? Жду вас в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.